Женщины остаются сверху. Новый сезон. Недостаточно, потому что видно, что если ты просто делаешь то, что ты делаешь всю жизнь, то ни к чему хорошему, как бы глобально и суммарно, наша страна это не приводит. И нужно делать что-то еще, а вот что еще придумать очень сложно. И все время уходишь, ломаешь голову, что еще я могу сделать, чтобы как-то наша страна была более человеческой, менее агрессивной. Как вы придумали, что еще делать? Как вы выбрали вот этот путь, что дальше делать? Это же огромный вопрос для всех. Ну я бы не сказала, что это единственный ответ, что вот надо помогать беженцам и типа все. Нет, на самом деле я продолжаю думать и все равно и даже помогать беженцам тоже это недостаточно. Особо мы не придумали, просто когда началась война, был такой ужас и думаешь там, что вообще делать, как жить, чем заниматься, ничего не понятно. И как всегда все само начало складываться, что к нам в дом с маяком, в хоспис детский, стали обращаться волонтеры, которые занимались вывозом беженцев из Украины в Европу. И ехали они через Россию. И многие беженцы были там после осколочных ранений или кто-то с диагнозами, там с онкологией. У кого-то с сердцем проблемы, у кого-то после плохой воды в Мариуполе у ребенка там неукротимая тошнота рвота. И волонтеры, поскольку знают, что у нас медики есть, стали просить нас, можем ли мы пока эти люди проездом в Москве подключиться, на один день быстро съездить, помочь, сделать перевязку, подобрать лечение от тошноты, дать инвалидную коляску. В общем, как-то помочь людям добраться до Европы. Мы стали заниматься такими случаями, а потом стало все больше к нам обращаться людей из Украины, которые не в силах уже никуда ехать дальше. Вот они сюда приехали, здесь хотели бы как-то временно хотя бы осесть и начать нормально жить. И таких людей стало все больше, больше, больше. Сейчас к нам 50 таких заявок каждый день приходят. У нас уже больше 6 тысяч человек, беженцев под опекой. То есть люди как-то сами нас находят. Как не умереть под этими завалами страданий и продолжать помогать? Какой вы выбрали для себя выход здесь? Это, наверное, не у меня надо спрашивать, потому что я как раз не умею не умереть под завалами. Я обычно как раз перестаю там есть, спать и вообще нормально жить, чтобы только успеть разгрести все эти заявки. Но мы как-то для себя решили ограничиться территорией. Вот так же, как хоспис, да, что есть вся страна с неизлечим больными детьми. И такая как бы огромная нерешаемая проблема, которую можно решить по кусочкам. Если ты, например, решишь, что вот я занимаюсь с детьми в Москве, в Московской области. И это более-менее возможно сделать. Точно так же и с беженцами мы решили, что мы вот будем заниматься теми, кто в Москве и в Московской области, до кого мы хотя бы можем как-то лично доехать, добраться. И это хоть как-то весь огромный масштаб этой проблемы очертило ему некоторые соразмеримые границы. И в целом, вроде, пока удается всем, кто к нам обращается помочь. А что их объединяет, вот этих беженцев украинских, которые оказались в России? Что про них вам стало понятно, когда вы начали с ними лично работать? Потому что, конечно, отсюда, условно говоря, и за границей вообще очень трудно что-то понять про этих украинских беженцев, оказавшихся в России, в стране, которая, собственно, на эту Украину и напала. Как вы для себя, вот, что вы про них поняли? Ну, у всех вопросы, там, про взгляды, да, этих беженцев, они за Россию или против России, почему они едут в страну агрессора, и у меня тоже все эти вопросы были. Но когда я стала с ними общаться, я поняла, что, ну, эти вопросы, в принципе, отпадают, и что они абсолютно неэтичны и неуместны задавать их людям, которые без еды, без одежды, с больными, там, детьми и родителями, которые на грани, ну, такого физического выживания, то есть они выбрались из-под бомбежек, там, в лучшем случае с одной сумкой вещей, а многие без одной сумки вещей. Сейчас им негде жить, нечего кушать, у них ничего нету. И в такой ситуации, как бы, спрашивать, а какие вы взгляды придерживаетесь, а за кого вы, там, голосуете, ну, это... Даже если они начинают нам что-то говорить, да, многие, ну, понимают, что они попали в Россию, они здесь должны говорить какие-то пророссийские, там, вещи, но они нам тоже это все начинают говорить, потому что они не знают, вдруг от этого зависит объем помощи, там, послушаем мы, что они за Путина, им побольше дадим. И многие прям, ну, в первых вообще словах разговора начинают говорить, мы так рады, что попали в Россию. Но я вообще перестала как-то даже обращать внимание, что они говорят про политику, как-то это стараться, пытаться анализировать, потому что, я считаю, нужно людям сначала дать какие-то базовые вещи, да, чтобы у них было что кушать, где поспать, во что одеться, чтобы они не мерзли, там, сейчас зимой от холода, чтобы, ну, вот это я уже не знаю, как им дать, чтобы у них появилось базовое чувство безопасности, что за их слова тут ничего с ними не сделают. Пока этого нету, спрашивать что-либо про их взгляды, я считаю, ну, невозможно. Помогает ли им каким-то образом государство? Им же нужны не только трусы, элементарная еда, им нужна, наверное, работа, их нужно в детей, в школы какие-то отдавать, их лечить нужно тоже на каком-то более глобальном уровне, чем сделать разовую перевязку. Ну, государство делает штуку, которая вот по типу интернатов. У нас государство все проблемы решает такими институциями. Например, вот есть там, не знаю, у нас инвалиды, мы построим для них большой дом для инвалидов где-нибудь далеко-далеко от центральных городов, за высоким-высоким забором, поселим туда всех инвалидов, это ПНИ, про что я сейчас говорю. И вот таким образом решим проблемы инвалидов. Точно так же наше государство старало решать проблему беженцев. Оно построило, ну, не построило, это ввело в оборот, большое количество пунктов временного размещения ПВР, они называются. В этих ПВР, их нету, кстати, в Москве, они есть только где-то на отдалении. В этих ПВР содержится 400 беженцев, 600 беженцев, 800 беженцев. Они там все же зовут за забором, у них есть комендант этого ПВР, есть правила, которые они должны соблюдать. Но я считаю, что это вообще не решение проблемы, потому что закрыть людей за забором, ну, тогда они никогда в жизни не смогут найти работу. Вот как если ты где-нибудь, там, не знаю, 101-й километр от Москвы, маленький-маленький какой-нибудь поселок, и вдруг там появляется 800 беженцев. Ну, конечно, они там не найдут работу, конечно, они там не найдут себе нормальную школу. То есть как-то интегрироваться в общество, может только если тебя не собрали там какими-то сотнями, тысячами вместе в одну кучу, а когда тебя поддерживают как-то вот рассеянно там в одном доме, чтобы был один инвалид, один беженец, один пенсионер. Ну, в общем, как-то более-менее общество, что было бы перемешано. Как выглядит ваше личное с ними общение? И что вас сейчас действительно трогает? Потому что я представляю себе, что вы вообще работаете вот в той зоне, где не все вообще эту эмоциональную... Эмоциональный градус могут выжить и пережить. Вот что вас задевает? Как можно вообще... Как вы себя в этом смысле чувствуете? Ну, задевает меня всегда какие-то очень простые вещи, когда тебе человек очень такой сдержанный, интеллигентный. Я про беженцев имею в виду, говорит, что спасибо, там ничего не надо, все у нас есть, мне бы вот только ребенку лекарство или ребенку покушать, а так все у нас в порядке. И, ну, я как-то, например, там три месяца с этой семьей общаюсь, знаю, что все у них в целом в порядке, им вот только покушать надо. Посылаем покушать, а потом вдруг задаю какой-нибудь вопрос, там, типа, есть у вас, кстати, постельное белье, а оказывается нету. Что мы все это время укрываемся курткой, спим на мягкой игрушке, и постельного белья нет, но это вроде как не самое необходимое, поэтому уж мы не просим, но неудобно как-то. И вот такие мелочи, когда ты понимаешь, что ты живешь в одном городе с людьми, у которых нету, ну, базовых каких-то вещей, без которых вообще сложно себе представить какое-то человеческое достоинство и нормальную человеческую жизнь, и, ну, какой-то мелочи, там, зонтика нету, не знаю, подушки нету, кастрюли нету, как они нам рассказывают, в чем они готовят, не имея кастрюль и сковородок, как они рассказывают, как они там, не имея утюга, чайником гладят. И вот такое что-то слышишь, и это прям очень выбивает. Как вы себе представляете вообще, что будет с этими людьми дальше? Вдумайте ли вы об этом? В основном все хотят вернуться к себе домой. И они многие часто даже ездят посмотреть, как там их квартира. И это всегда очень печальные поездки, потому что возвращаются они совсем расстроены. То есть живут они тут со словами, что, ну, мы ждем, вот, когда там все утихнет, а мы сразу поедем к себе домой. Это самое частое, что они нам говорят. Потом они собирают тут какие-то копеечки, едут посмотреть на свой дом, и возвращаются такие, ну, да, там еще не скоро туда можно вернуться. Там дома нету, улицы нету, газа нету, электричества нету. Когда появится, все это непонятно. И, ну, вот это такая, наверное, они тогда сталкиваются с реальностью, что они тут не временно, а это все надолго, и надо решать. Или они едут в Европу, или куда-то на запад Украины, или остаются в России, но вернуться домой, вот, в свои разрушенные города, в ближайшее время у них вряд ли получится. И для кого дорога Украина там, то им очень сложно. Детям в школе очень сложно. В обществе в целом, вот так вот, которое сейчас очень патриотично-пророссийское, сложно. А вот вы говорите с детям в школе, очень сложно. Вы как-то писали об этом, очень интересный для меня пост, где вы так поверхностно-штрихами описывали, как их воспринимают. Могли подробнее чуть-чуть рассказать? Ну, не знаю, ну, ты живешь там в Украине, твоя страна, у нее сейчас идет война с Россией. Потом ты оказываешься по каким-то причинам, там, не будем комментировать, каким в России, ведешь своего ребенка в школу, и там включают гимн России, ведутся уроки о важном. На уроках истории там что-то рассказывается. И человеку, который что-то думает иначе, очень сложно в этой ситуации находиться. Травит очень сильно украинских детей. Там, одному мальчику с весом, ну, большому, короче, мальчику, одноклассники там кричали во дворе, что все, ты врешь, что ты в подвале сидел, что ты такой жирный. Другой ребенок нарисовал, по-моему, танки нужно было на уроках рисовать в школе. Я вообще не знаю, что это за странные уроки, на которых дети в школе должны танки рисовать. Но вот мальчик хотел нарисовать украинский танк. Нет, нельзя украинский танк. Нужно было флаг любой страны нарисовать. Ребенок нарисовал флаг Украины. Этот флаг порвали, растоптали. На одну девочку целый день она провела на какой-то беседе со следователем, с директором школы. На нее пожаловали, что она осквернила каким-то образом георгиевскую ленточку. Потом этой семье пришлось на следующий день уехать из России. Ну, в общем, школа сейчас такое место, как вот я понимаю, где как раз вся эта идеология, она особенно сильно насаждается. И если ты хоть капельку других взглядов, то находиться в этом вообще маловыносимо. Продолжаете ли вы сопротивляться какой-то косности общества? Сейчас вот для меня самое важное – это продолжать называть вещи своими именами просто. В последнее время в России очень много каких-то других названий, понятий, все перевернуто вверх, сверх, короче, с головы на ноги. Ну, очень короче, все перевернуто. И людей вынуждают жить, как будто действительно мир перевернулся, и как будто все так и есть. Для меня сейчас самое важное – просто хотя бы называть вещи своими именами. Такая программа минимум. Я считаю, что вот в ситуации, в которой мы оказались, когда идет война, вот эта, ну, правда и говорить все как есть, называть вещи своими именами – это важнее, чем социальные проекты, чем конкретная организация, чем даже хоспис конкретный. Ну, нельзя как бы ради хосписа перестать называть войну войной. Война гораздо больше, ну, в хосписе гибнет где-то 100 детей в год, а сколько детей умирает на войне, гораздо больше, не только детей, людей. То есть, ну, мне кажется, тоже вещи более важные, чем какая-то одна даже конкретно очень мной любимая организация. Что происходит с хосписом в это время? Можно ли сказать, что он уже как бы работает в каком-то автономном режиме, и вы ему меньше нужны? С хосписом для меня немножко сложно, что сейчас такое время в России, когда ты не можешь мечтать про какие-то социальные изменения. То есть, моя работа в последние годы в хосписе, она была все-таки придумывать там какие-то проекты, куда мы развиваемся, что новенькое мы можем сделать, как, например, мы можем решить проблему интернатов. Ну, у меня жутко жить было, зная, что куча людей содержится в интернатах, в нечеловеческих условиях. И вот мы творчески там думали, придумывали, что с этим делать. Открывали квартиры сопровождаемого проживания, начинали внутри интернатов какие-то проекты. А сейчас, ну, время, когда невозможно придумывать какие-то социальные изменения, и когда ты не можешь вообще ничего планировать. Например, забирая незлечим больных детей из интернатов на квартиру сопровождаемого проживания, ты подписываешься, что у тебя, ну, всю жизнь, там, длительное какое-то время, будут ресурсы их содержать. Сейчас-то я не могу про завтра ничего вообще сказать, про послезавтра, и браться за какие-то проекты надолго тоже очень страшно. Поэтому в хосписе мы сейчас стараемся просто делать то, что мы делали в несколько усеченном виде, сокращенном, хотя бы удержать то, что есть, и ничего нового мы сейчас не начинаем, не придумываем. И это, конечно, грустно, потому что инвалидам в России раньше-то жилось не очень, теперь ещё больше не очень. Вы знаете, меня иногда охватывает ещё отчаяние от того, что я часто про это говорю, от того, что все наши усилия, которые мы прилагали в последние довольно долгие годы в России, они как бы абсолютно обнулены. Вот эта война, она обнулила очень много всяких позитивных социальных изменений возможных. В том числе вот то, о чём вы говорите. Было ощущение, что вот-вот сейчас немного, и всё сдвинется. Мне вообще очень жаль, что вот действительно всё, о чём мы говорили, не знаю, доступное образование для инвалидов, доступная среда в городе, какие-то тонкие вещи про равные права для людей с инвалидностью, про равный доступ к рабочим местам, про жизнь вне систем, то есть вне интернатов. Эти разговоры сейчас просто всё потеряли актуальность, и вообще какие-то тонкие вещи потеряли актуальность. Не знаю, как там сейчас говорить про доступную среду, когда можно хоп и весь город разбомбить целиком. Очень жалко. Мне казалось, что мы уже были почти на одном шаге до каких-то таких социальных изменений, когда люди с инвалидностью смогли бы жить в России примерно так же, как люди без инвалидности. Но сейчас мы куда-то очень далеко от этого откатились. И то же самое с благотворительностью. Когда 20 лет назад благотворительность начиналась так бурно в России, но мы занимались какими-то адресными сборами конкретному ребёнку на что-нибудь, потом мы от этого перешли к проектным вещам, когда мы создаём какие-то системные изменения на деньги благотворителей. Теперь мы опять и в благотворительности тоже вернулись к тому, что мы собираем деньги конкретной семье покушать, конкретной женщине на куртку ищем. Всё развитие откатилось, как будто и не было ничего. Как вообще с теми людьми, которые деньги давали на хоспис, они остались с вами? Проблема, что очень много людей сейчас уехали из России, и у них технически нет возможности даже продолжать пожертвования делать в хоспис, потому что карточки их уже не работают из-за границы. И сколько там, 8-9 месяцев мы придумывали, что с этим делать, и сейчас наш отдел фандрайзинга придумал какую-то очень сложную схему, как могут люди из-за границы делать пожертвования в хоспис. Это есть картинки NFT, типа уникальное изображение, которое можно купить в интернете за евро и за доллары, и эти деньги потом через месяц в рублях придут в хоспис. И у нас сейчас тут все дети рисовали картинки, что мы потом их начали продавать вот таким способом, как NFT-пожертвования. Но зато теперь люди из-за границы могут как-то тоже поучаствовать в жизни хосписа, купить картинку NFT и тем самым пожертвовать деньги хоспису. Боже, какой изощрённый метод! Это вообще не сразу в голову может такое произойти. Вы как-то рассказывали, что однажды представляли себе картину, что у хосписа нет денег, надо объявить семьям, цитирую по вашему интервью, что мы больше не можем им помогать, всех распустить. И как я буду с этим жить? Лучше мне уехать за границу прямо сейчас. Что вы садились за компьютер, листали сайты с авиабилетами. В общем, просто чувствовали себя вот в таком вот состоянии. Бывает ли у вас это сейчас? И вообще, представляете ли вы для себя ситуацию, когда что-либо вас может вынудить уехать? Про отъезд я как-то очень много думала, вот когда посадили Алексея Навального, для меня это какая-то была уже такая черта, но когда я уже сама себе говорила, не, ну больше уже просто невозможно терпеть, это уже вот последняя капля, и надо что-то решать. И тогда я действительно стала серьёзно думать про отъезд. Это было ещё до войны, год, наверное, назад, потому что ну просто невыносимо у меня было в этой России находиться. Но что-то потом я подумала-подумала и поняла, что ну, предположим, я уеду, все там мои подопечные, паллиативные дети, а теперь вот ещё и беженцы, они-то все остаются. И сейчас я как-то уже для себя окончательно решила, что что бы ни происходило, там вообще в любой ситуации, я буду оставаться здесь, потому что наоборот, чем хуже ситуация, тем больше смысла в том, чтобы помогать здесь людям, чем всё ужаснее снаружи, тем вот каждый шаг маленький, там, помощи, он больше ценится, больше значим. И как бы чем хуже ситуация, тем больше, но важнее в ней оставаться и никуда не уезжать и продолжать что-то делать. Пока вот у меня сейчас такое мнение. Я думаю, что вообще многие узнали про вас через историю Коли, которого вы забрали из ПНИ, да, я правильно его называю? И долго его воспитывали, жили с ним, и его личная история стала известна очень многим. Вы рассказывали, как ребёнок меняется, как вы пытаетесь разнообразить его жизнь, и собрали на этом, кроме восторгов и поддержки, собрали какую-то просто невероятную волну хейта. Сейчас, когда Коли уже нет, Коля умер, как вы анализируете этот свой опыт? Каким он стал для вас? Опыт вы имеете в виду этого хейта в интернете? Всего это история. Вот вы взяли Колю, вот он менялся на ваших глазах, и это было вроде бы такой... Ну, это какая-то по многим счастливая история, когда вы дали человеку пожить по-человечески. С другой стороны, то, сколько вы собрали на этом раздражение, ненависть и неприязнь, трудно с чем-то сравнить. Ну, про Колю для меня, вот, наверное, одна из самых важных вещей, это как его семья в итоге всю эту историю восприняла его мама. Сейчас вот мама, кстати, сделала пожертвование в хоспис, потому что они вступили в наследство и получили от Коли часть там его денег, и мама решила их пожертвовать в хоспис. Написала мне ужасно трогательное сообщение, что, ну, вот их жизнь изменилась как бы в лучшую сторону, потому что Коли вернулся в их жизнь, что они уже никогда там не будут прежними людьми и будут жить теперь, ну, что-то очень важное понимая. И для меня это такой важный очень результат результат как бы нашей с Колей совместной жизни. Потом я очень рада, что все больше людей забирают тоже детей таких очень тяжелых из интернатов в семьи. Уже в нашей программе, по-моему, 15, что ли, детей забрали вот таких же тяжелых, как Коля. Они теперь живут у сотрудников или у волонтеров хосписа. И это прям я очень рада. Но благодаря, наверное, Коле, я решилась на проект сопровождаемого проживания, когда квартира, на которой мы забираем молодых взрослых, потому что я поняла, что все это вообще можно организовать. Поняла, как это сделать. И это дало какую-то храбрость, не знаю, забирать еще ребят на квартиры сопровождаемого проживания. А насчет общества и хейта, ну, всегда, когда какая-то новая идея в обществе, всегда очень много хейта, и важно про нее там говорить год-два, и потом хейт сменяется каким-то более-менее пониманием. И если бы не война, наверное, мы бы куда-то продвинулись с темой обучения детей в школах, с темой доступной среды. Но сейчас уже все это напрасно, короче, было. Но вы не разочаровались в людях тогда? Как вообще в этой ситуации продолжать верить в какие-то изменения? В людях я не разочаровалась. Я просто знаю, что люди живут в недостаточном количестве информации об инвалидах. То есть мы не видим инвалидов в школе. Ну, сами, когда учились, у нас в классе, скорее всего, не было никого в инвалидном кресле. Мы не видим инвалидов в городе, в кафе, в метро. И поэтому мы просто не знаем вообще, кто это, что это за инопланетяне, как они живут, что им надо. А все, чего мы не знаем, мы боимся. Нам кажется, что они там, не знаю, будут кричать, драться, что их страшные эпилептические приступы шокируют наших детей до смерти. Ну, какие-то мифы, в общем, мифы и легенды в голове у людей живут из-за недостатка информации. И чем больше мы рассказываем правду, все как есть, показываем, тем больше у людей информации, тем меньше, ну, страх и вот такой хейт. Он должен был бы смениться пониманием и принятием. Но в государстве случилась другая повестка. Вы готовы были бы еще раз зайти в эту же воду? Ну, вот это, кстати, вопрос, который ужасно не любят родители, у которых, например, умер ребенок, им говорят, ну, там ничего следующего родишь. Очень сложно. Вот, как бы, Коля же для меня уникальный какой-то человек. То есть разговор, что вот у Коли умер, и можно теперь кого-то еще, для меня он какой-то очень, ну, некомфортный. Нет, пока никого, кроме Коли, не планирую. А вы были его родителем? Вот как вы себя идентифицируете по отношению к нему? Ну, опекуном я была. То есть это роль довольно понятная. Когда ты живешь с ребенком, все должен для него организовать, за него отвечаешь. Просто вы как-то сказали, хотите ли вы собственных детей, готовы ли вы к собственным детям, вы сказали, что нет, и что очень цените свободу. И это так диссонирует со всем вашим образом жизни, с тем, сколько вы на самом деле с детьми, и насколько велика отдача, что это, конечно, мне очень запомнилось. Свобода у меня не была никакой. То есть я должна была вовремя вернуться домой, я не могла не пойти, пойти никуда, где есть ступеньки. В общем, жизнь была очень такая по маленьким проторенным дорожкам и никуда в сторону, потому что в целом среда довольно агрессивная для людей в инвалидном кресле. Ты там не можешь через улицу Тверская перейти. Я к своей одной подружке, к которой у меня была традиция ходить в гости каждую неделю, я не ходила к ней два года, вот все время, пока жила с Колей, потому что она жила по другую сторону Тверской улицы, через которую нету перехода, и потому что у нее в доме не было грызового лифта, и мы бы просто не смогли бы туда подняться. Когда ты живешь с таким ребенком в России, то свободы нет. Есть ощущение, что у вас достаточно публичная фигура. Собственно, и дом с маяком это такой очень важный, в том числе и для России, и для Москвы, особенно имиджевый проект, что у вас наверняка должен был бы быть доступ к Собянину, и наверняка вы могли ему сказать, Сергей Семенович, где переход? Такого не было? Было. Я три раза задавала эти вопросы на разных мероприятиях. Хоспису каждый год раньше, я не знаю, вряд ли это продолжится, давали награды от мэрии Москвы. Каждый раз, когда я ходила получать награды, я говорила про одно и то же, про переход через Тверскую улицу. Но пока нету перехода. Что для вас сегодня? Сотрудничество с государством как с грантодателем, наверняка же вы получаете какие-то государственные субсидии. Есть для вас какая-то дилемма в этом? Нет, вообще нет дилеммы. Какое-то время нам не давали гранты. Вот когда мы письмо подписали НКО против войны, тогда, по-моему, никаким НКО, кто это письмо подписал, гранты не давали. Но мы не делали часть деятельности, которую могли бы делать. Сейчас вроде дали гранты, сможем побольше делать. Я считаю, что чем больше возможностей делать какие-то социально хорошие вещи, нас же не просят за это букву «З» там на хоспис повесить или еще что-то сделать, что прям противоречит моральным каким-то принципам. А просто, когда тебе даются средства, на которые ты можешь помочь большему числу людей с тяжелыми болезнями, ну, я только рада, если эти гранты будут давать. Мне кажется, я настолько, ну, как бы точно формулирую все, что я думаю на Фейсбуке, что вряд ли кому-то придет идея предложить мне агитировать за букву «З». Как вы вообще, в каких цифрах, в понятии, в понятии, как вы думаете о будущем? Мне тут позвонила моя подружка из другого НКО, тоже директор другого НКО, говорит, нам надо встретиться, очень важно встретиться. Мы с ней пошли в кафе, я думаю, что она хочет. Она говорит, вот давай подумаем, что наши организации будут делать в будущем, когда экономика, вот она сейчас совсем будет разваливаться, давай вот обсудим, может быть, мы откроем столовую и будем кормить бедных, вот что все наши категории, там, твои дети хосписа, мои старики, чтобы они все не умерли хотя бы с голоду, давай обсудим, как мы откроем столовую. И я что-то вообще растерялась, потому что такое уж совсем, что нечего есть людям, будет про это, я еще не думала, но мы сейчас постоянно видим, как пропадают разные медицинские оборудования, там, маски для аппаратов, вентиляции легких, какие-то трубочки, гастростомы, трихиостомы, то этого нет, то того нет. И сейчас мы уже из таких проектов, как нам в будущем организовать равные права для инвалидов, сейчас мы думаем, как сделать так, чтобы у всех наших пациентов были аппараты ВЭЛ, если они им нужны, гастростомы, трихиостомы, мы пытаемся как-то их запастись на полгода вперед, чтобы у каждого дома лежало, потому что ты никогда не знаешь, чего не будет завтра, то один препарат пропадет, то другой, это всякие там логистические цепочки, когда нарушаются, кто-то что-то перестает возить, это очень быстро сказывается на наших пациентах, сейчас у нас проблемы с инвалидными колясками, которые перестали нам возить из зданий, в России таких не производят, непонятно, где брать инвалидные коляски, в общем, теперь мы из равных прав и каких-то больших идей перешли к очень практическим вещам, собственно, с которых хоспис начинался 10 лет назад, тоже мы всех старались просто всем обеспечить, чтобы хотя бы люди выжили, но, к сожалению, к этому мы сейчас и вернулись, уже сейчас Илона, это наш физический терапевт хосписа, который у нас отвечает за инвалидные коляски, начала делать из губки, сами они как-то пилят с помощью какого-то девайса в гараже инвалидной коляски, чтобы дети с очень сложными деформациями могли бы сидеть, то есть приходится людям все время какими-то способами из ничего придумывать что-то, сейчас нам очень повезло, что привезли нам целую сумку клапанов для детей на аппаратах ВЭЛ из-за границы, это клапаны, которые человеку, у которого стоит трехиостом, позволяют говорить, то он был бы беззвучный, молчал бы, вот их нету сейчас в России, я просила их купить в Канаде, привезти, и вот тоже как в какие-то старые добрые времена люди с сумкой этих клапанов летели из Канады, чтобы дети в России могли бы говорить с трехиостомой. Сейчас нам все время надо как-то выкручиваться, искать какие-то новые штуки, которые могут заменить, старые штуки, которых больше нету, но тяжеловато. А как вы решали проблему с мобилизацией? Пытались ли мобилизовать ваших врачей? Да, один наш врач, он был за мобилизацию, он отправился уже медиком на фронт. В основном люди уехали, и это тоже проблема, что хоспис опустил наши многие. Мы очень гордились няньями, в которые шли работать мужчины, потому что, когда, например, ты обездвиженный 16-летний парень, тебе, конечно, гораздо комфортнее, чтобы за тобой ухаживал мужчина, а не женщина, ну там всякие интимные вещи. И в хосписе поэтому было очень много нянь-мужчин, ну вот они практически все были вынуждены уехать, теперь они в Казахстане все в основном. Врачи тоже многие уехали, и это очень грустно. И наши родители тут вообще было, когда объявили мобилизацию, в стационаре хосписа все плакали, мама, потому что они стали панически бояться, что их папа заберут на войну, и как вообще мама одна справится с уходом за неизлечением больным ребенка. Он тут рыдал просто весь хоспис. Потом вроде как вышло какое-то рекомендательное письмо, что пап палеотивных детей не брать, но никогда же как бы не знаешь, что сработает, что не сработает. И пока все семьи хосписа в панике, потому что ухаживать за ребенком-инвалидом, ну это очень большая работа, особенно если он большой по весу. И без пап просто многие мамы вообще не справятся с этой задачей. Кто-то же должен деньги зарабатывать, кто-то должен поднимать этого тяжелого человека. И сейчас такая паника у всех. Ну сейчас она чуть-чуть стихла, потому что вроде как меньше стала про это говорить, но в любой момент если мобилизация возобновится, то это прям панически страшно. Если вам вот нужно оперативно решить проблему эту с вашим лично страшно, что вы делаете? Пьете антидепрессанты или у вас есть какие-то другие методы? Сплю много, сплю. Нет, антидепрессанты сейчас не пью. Антидепрессанты я пила какое-то время назад, а потом я подумала, что же будет, если меня задержат, там, не дай бог, куда-то посадят, у меня будет перерыв в терапии, поэтому я решила снять их за благовременно, чтобы они от чего не зависит. Спасибо большое, Лид. Я надеюсь, что и дальше вам это будет помогать, как вы хоть в какой-то степени помогаете всем, и нам в том числе, и всем, кого вы упомянули. Спасибо большое, это была Лида Маниава, мой личный герой. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ваша Анна Мангайт. Ваша Анна Мангайт.